Рынок недвижимости отправился от шока, который испытали риэлторы в начале апреля. После того, как губернатор разрешил агентствам вернуться к работе, к ним вновь потянулись клиенты. Насколько активны люди сейчас? На какое жилье спрос вырос? Можно ли снять жилье в аренду дешевле, чем обычно? И каковы перспективы рынка недвижимости? Узнавала Татьяна Голубева. Сейчас она присоединяется к нам в студию. Татьяна, добрый вечер. Привет, Ира. Что сейчас происходит в сфере недвижимости? Ну, сейчас я вам все расскажу. На самом деле, затишье на рынке было недолгим, около 10 дней. В самом начале апреля клиенты вновь начали, по словам риэлторов, интересоваться покупкой и продажей жилья. Взбодрила многих людей и сниженная по предложению президента ставка по ипотеке. Напомню, сейчас она составляет 6,5% годовых, но правда лишь для тех, кто приобретает жилье на этом рынке первый раз. Так вот, по словам экспертов, сейчас люди активно пересматривают одобрение, которое было выдано неделю назад под 9%, уже на новую программу под 6,5%. Какой-то всплеск ожидаете в мае-июне в связи с этим решением? Нам очень сложно, нам очень хочется, во-первых, этого, но нам очень сложно прогнозировать в связи с тем, что мы понимаем, что карантин, скорее всего, могут продлить до 15 мая, плюс вот эти праздничные выходные дни, да, исторические люди выезжают куда-то на свои дачи. Но тот сформированный запрос на сегодня говорит о том, что в мае мы в том же темпе будем работать точно. Кстати, если среди наших зрителей есть те, кому срочно нужны деньги, то можно быстро продать квартиру. Любопытное объявление нам тут попалось в лифте. Предлагают срочный выкуп квартир. Правда, по телефону нам рассказали, что с пандемией это не связано и не означает, что кто-то хочет в этот сложный период заработать. Допустим, ваша квартира стоит полтора миллиона, за миллион триста мы ее купим. Вот что-то вроде того. Весь смысл в срочности, сразу за деньги, за наличные, хоть завтра на сделку. Вот и все. Вам не надо ни покупателя искать, ни заморачиваться. В основном обращаются те люди, у которых сложная ситуация. Долги, аресты, обременения, квартиры отбирают, еще там что-то. Вот такое. Между прочим, дешевле, чем обычно, сейчас можно и снять жилье. В пандемии арендаторы не очень активны, так что реально сэкономить. Мы позвонили по одному из телефонов на Авито и нам этот факт подтвердили. Ну, конечно, меньше людей звонят, чем, допустим, в прошлом году. Вот я ее сдавала, мы ее сдали буквально в следующий день. Ну, возможно же, какая-то скидка. Ну, этот вопрос еще, я думаю, можно обговорить и будет собственниками, потому что они адекватные, так-то люди. Вернемся вновь к покупке-продаже. Что касается цен на жилье, то экономисты не прогнозируют резкого повышения. Встрясок и всплесков, по их словам, до конца года точно не будет. Если кто-то спросит совет, стоит ли вкладывать в жилье сейчас, вот какой ответ экономиста может получить. Если посмотреть, все-таки, произучать аналитику и рынков, и сообщество экспертов, то они считают, что это глупая инвестиция, поскольку есть более доходные инструменты. Например? Это как раз интернет-компания, тот же Амазон. Но я не думаю, что большинство людей в Алтайском крае столько денег, чтобы как раз куда вложить в ту же квартиру. Я очень рад за тех, кто может себе позволить. Квартиру, конечно, в жилищную недвижимость можно вложить. Можно вложить в акции. Так что, если средства есть, то в недвижимость все-таки можно вложить на данном этапе. Экономисты не то чтобы сильно советуют, но и не отговаривают.